Здравствуйте! В эфире программа «Путь» о православии и о нашей жизни. В студии автор и ведущий – журналист Белла Засецкая. Крещение меня зовут Мария. Сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник. Московский священник Георгий Максимов, эксперт в области сломоведения и неоязыческих культов. Здравствуйте, отец Георгий. Здравствуйте. Несколько слов о моем гости. Священник Георгий Максимов – известный в России богослов, публицист, миссионер. Член экспертного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации по противодействию религиозному экстремизму. Преподаватель истории религии Московской Духовной Академии и Семинарии. Специалист по исламоведению, а также отчасти наш коллега, ведущий программы «Мой путь к Богу» на телеканале «Спас». Отец Георгий приехал к нам по приглашению нашего владыки Даниила, чтобы принять участие в рождественских чтениях в Архангельске. Отец Георгий, я ничего не упустила, представляю вас. Сфера ваших богословских интересов, обширные публикации, многочисленные книги, очень интересные для прочтения, изучения. Но, к сожалению, формат нашей передачи нам не позволяет остановиться более внимательно на ваших трудах. Я бы хотела вам предложить две темы к обсуждению, первая из которых звучит как «Ислам», и вторая тема «Неуязычество». Предлагаю сначала обратить наше внимание на исламскую тематику, затем коснуться темы современного неуязычества. И если можно так выразиться, то поводом больше узнать об исламе служат те события, которые у нас у всех на слуху. Вот не один раз в день мы слышим словосочетание «Исламское государство», «Исламисты». Вот, отец Георгий, скажите, пожалуйста, о чем вообще идет речь, если можно так кратко характеризовать ситуацию? Ну, конкретно «Исламское государство» – это запрещенная в России террористическая организация, которая, в общем-то, сейчас захватила обширные области Сирии и Ирака и там пытается создать свое собственное государство. Одна из множества таких вот группировок боевых, которые, ну вот, их было много, возникло вот в том хаосе, в который погрузился Ближний Восток после так называемой «Арабской весны», даже еще и до этого, благодаря нападению Америки на Ирак, ну, вот именно эта группировка, она вдруг оказалась самой успешной. Вот, и сам по себе, я думаю, про «Ислам» так нет, нужно подробно говорить. Это религия, которая возникла в VII веке на Раильском полуострове, и само слово «Ислам» означает «покорность», переводится традиционно «покорности». Сами мусульмане обычно понимают это как покорность Богу, Аллаху. С их точки зрения, Аллах – это личное имя Бога. Поэтому они его не переводят на другие языки, на всех языках называют Аллахом. Вот, и веровавших этой религии называют мусульманами. И, ну, как сказать, на почве вот этой религии, хотя, конечно, есть и много есть, и мы знаем, это, мы думаем, многие примеры очень добропорядочных и хороших, надежных соседей и друзей. Но при этом нельзя отрицать тот факт и то, что из числа тех, кто называет себя приверженцами этой религии, выступают и люди, которые в том числе создали исламское государство и другие похожие группы, которые были объявлены террористическими. Ну вот очевидно, что течение в исламе разница. Например, нашей Архангельской области на протяжении почти двухсот лет у нас существует исламская община. И вот за это время каких-либо конфликтных ситуаций у нас не зафиксировано. То есть это говорит о том, что наши отношения между религиозными, они могут быть вполне мирными. И если продолжать эту мысль, то, отец Георгий, какие вообще точки соприкосновения мы можем обозначить как сходные в наших направлениях религиозных? Ну, конечно, здесь таким сходством является, наверное, то, что мусульмане и христиане являются монотеистами, верят в единого Бога. И для мусульман эта идея о том, что Бог один, что Он есть, она очень важна. Вот это, скажем так, перед лицом, допустим, атеизма или язычества. Это, скажем так, то, что то, в чем мусульмане и христиане вполне друг друга понимают в той истине, что Бог есть и что Он один. Вот. Какие-то остальные элементы, ну, допустим, опять же, там, ожидание страшного суда, представление о том, что будет воскрешение из мертвых, страшный суд, потом рай и ад. Эти представления, они были взяты создателем ислама из христианской традиции, поэтому тоже неудивительно, что они в значительной степени совпадают. Вот. Ну, что касается остальных представлений, то там, конечно, уже есть свои нюансы, потому что нередко даже употребляя не те же слова с нами, мусульмане вкладывают в них немножко другие значения. И там и молитва, и пост, и милость, и все. Там имеет несколько свое значение, но, наверное, нет смысла подробно в это сейчас углубляться. Ну, а вот если сказать о кардинальном различии, вот те вопросы, которые вообще никогда у нас не совпадут, скажем так. Надо сказать, что в отличие от каких-то других нехристианских религий, например, от буддизма, в исламе прописаны основные христианские истины, и они отвергнуты. Прямо отвергается в Коране учение о Троице, учение о том, что Бог воплотился, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это прямо и неоднократно отвергается. Отвергается его распятие. Основные догматы христианства, они в исламе недвусмысленно отвергнуты. И это то, что, конечно, самое главное, что для нас отличает, то, что они не признают, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, Бог воплотившийся. И, конечно, это отличие непреодолимое. Если мусульманин откажется от этого, он перестанет быть мусульманином, если он признает, что Иисус Христос есть Сын Божий. А если христианин откажется от того, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог, то он перестанет быть христианином. К сожалению, и в Европе, и у нас в России участились случаи, когда этнические христиане переходят в ислам. Что же привлекательного для нас получается в этом, или для этих людей, точнее говоря? Там несколько факторов. Я в свое время изучал это явление, читал истории этих людей. Вообще нужно понимать, что западное общество, как традиционное общество, оно в таком кризисе, идее кризисе ценностей. Оно движется в определенном направлении, которое не всем людям по нраву. Кто-то разделяет его, но кто-то нет. Общество меняется очень сильно. За 20-25 последних лет, знаете, общество во многих странах изменилось сильнее, чем у нас. И даже несмотря на то, что у нас были такие потрясения, как падение СССР, отказ от одной официальной идеологии, смену другой. В этих странах ничего такого религиозного вроде бы, на наш взгляд, не происходило. Общество менялось очень сильно. Какие-то традиционные элементы общества, они все ушли. И западные церкви, и католические, и протестантские церкви разные, как правило, есть исключения. Но, как правило, они следуют в этом же фарватере, пытаясь догнать убегающее от них общество. И, как сказать, так вот, вскочить на последнюю ступеньку уходящего поезда и сказать, мы тоже с вами, мы тоже такие же, как и вы. А есть люди, которые все-таки хотят чего-то более традиционного, хотят все-таки традиционных отношений, в том числе отношений мужчины и женщины, понимание такого. Отношения, какой-то традиционной религиозности, понимания себя в мире, вообще прикосновения к какой-то традиции, которая не меняется каждые полгода или каждые 5-10 лет. И некоторые из них находят вот такую традицию, как им кажется, в исламе. Это одна из причин. Ну, значительной части это тоже самое касается, допустим, браки. Через браки тоже кто-то с мусульманами особенно для себя решает, что нужно принимать ислам. Нужно еще иметь в виду, что мусульманство – это такая активная празиатическая религия. И они создают, и производят, и распространяют очень много такой миссионерской литературы, которая, с одной стороны, восхваляет ислам, с другой стороны, очерняет христианство. И такой литературы, не только литературы, там всяких роликов в сети, их довольно много. И человеку, скажем так, подготовленного к христианству, это нисколько не смутит. А вот человек, который очень мало что о христианстве знает, конечно, он может оказаться в затруднении, он может начать об этом размышлять. И, может быть, и на кого-то влияют такие факторы. То есть, на самом деле, довольно много может быть причин. Надо отметить, что на протяжении всего периода истории также происходит процесс обращения мусульман в христианство. Более того, у нас в Православной Церкви есть святые, бывшие этнические мусульмане. И далеко за примером ходить не надо. В Архангельской области, в Ванерском районе, в отдаленном от населенных пунктов месте, расположен Богоевленский Кожайзерский монастырь. Основал его в XVI веке преподобный Серапион. По своему происхождению он был татарином, мусульманином. Звали его Турсус. Во время взятия Казани в 1552 году он оказался в плену и был перевезен в Москву, где его на свое попечение взял боярин Захарий Иванович Плещеев. Он принял крещение, а впоследствии монашеский постриг. В поисках уединенного места для молитвы пришел на север, что и явилось основанием монастыря. Кстати сказать, наш Кожайзерский монастырь, действующий на протяжении более 10 лет, его восстанавливает и романах Михей. В память о преподобном Серапионе помогают обители некоторые православные татары. Также бывают паломники из Татарстана. Отец Георгий, я думаю, что нашим телезрителям более полно можно было бы ознакомиться с этой тематикой. На интернет-ресурсах многочисленных. Я думаю, что сейчас на экране мы покажем адреса, ссылки, по которым можно посмотреть. А я предлагаю нам уже перейти к следующей нашей теме – неуязычеству. И у нас есть такой повод поговорить об этом. В ближайшее время, когда в Архангельск, собирается приехать один из представителей этого направления, не стану называть его имени. Сам-то он себя называет Серым Кладуном, экстрасенсом и духовным сыном бога Велеса, а также деятелем по возрождению традиционной славянской культуры. Вот, отец Георгий, что это за гремучая смесь, и как это можно вообще все охарактеризовать? Как шарлатанство, я думаю, если одним словом. Потому что, скажем так, уже само по себе слово «экстрасенс» к традиционной славянской культуре никакого отношения не имеет. Странно все это сочетается. Слово «духовный сын» взятое из христианской традиции. Слово «Велес» взятое из того, что известно, немногого, что известно про славянское язычество. Слово «экстрасенс» взятое из современного культного словаря. Вы видите, да, просто взятое из разных вот этих, так сказать, традиций духовных, фрагментарно знакомых людям. И перемешано, и из этого вот представляется что-то такое народу якобы древнее такое и так далее. Почему? Ну, потому что если такие вот деятели, они будут говорить, знаете, Я вот вам проповедую то, что вчера придумал, сидя там с телевизором. И понятно, что никто в это верить не будет. А когда это выставляют за что-то древнее, тут уже гораздо больше интерес, гораздо больше спроса. И у людей особенно, конечно, традиция как бы доверять вот тому, что известно с древности, традиционно, и те более наши там и так далее. В 90-е годы, в начале 2000-х годов многие такие мошенники спекулировали на теме христианства, православия, пытались выдавать себя за православных. Но это не получается, потому что православие – это живая традиция, живые представители, которые всегда могут засвидетельствовать. Это не то. Это люди, которые выдают себя, но они нашими не являются. Ну, а в случае вот здесь они сейчас нашли это, для себя откопали мертвое славянское язычество, в его случае они могут, конечно, от его лица говорить абсолютно все, что угодно, потому что славянских язычников уже давным-давно не существует. И нет никого, кто сказал бы, ребята, это вот они не от нас, и непонятно, что они, почему они себя к нам приписывают. Нет таких людей, поэтому, пожалуйста, мы видим вот всплеск активности в этом направлении. Ну, вот вы знаете, я когда готовилась к нашей передаче, просматривала социальные наши ресурсы, социальные наши сети, я обнаружила огромное количество страниц, посвященных данной тематике. Ну, вот ощущение низкой пробы, конечно, подача материалов, ошибки грамматические, стилистические, то есть все вызывает какое-то отторжение. Но, тем не менее, вот у нашего визави, о котором сейчас мы говорили, несколько десятков тысяч подписчиков. То есть интерес к этому очевиден. Вот чем можно было бы объяснить вообще возникший вновь, наверное, интерес к оккультизму, к неуязычеству, некий такой всплеск, который мы сейчас вот отмечаем? Это не какое-то естественное движение, оно тоже является результатом такой довольно долгой многолетней работы людей, которые это здесь продвигают. Само по себе вот это явление неуязычества, оно возникло на Западе в 1950-е годы, появилось первое, там, вот такого рода движение в Великобритании, которое как бы якобы восстанавливало исчезнувшую, там, эту языческую религию. Потом стали появляться такие же в других странах, и в том числе там же на Западе было и сформировано первое славянское неуязыческое движение, так называемое «рунвира», которое было создано в США уже в 60-е и 70-е годы для выходцев из Украины. То есть это просто факт, это продукт западного мира, который был привнесен к нам. Ну, для чего тут как бы нетрудно догадаться. Если мы посмотрим на результаты этого, к чему в результате это приводит, ну, там, случай в прошлом году в Южно-Сахалинске, когда вот такой вот настрапаленный этими идеями антихристианскими, а все неуязыщество, оно пронизано антихристианским вот таким вот ненавистью к христианам. И вот, собственно говоря, молодой человек, пронизанный этими идеями, пришел в Южно-Сахалинский собор, расстрелял людей. Вот там двое человек погибли, шесть были ранены, иконы расстрелял. Вот это просто один из примеров, на самом деле. Примеров можно приводить много. Но для чего это, кто это создал, известно. Это просто факт. Для чего это используется, тоже известно. Почему это популярно, вот отвечая на ваш вопрос. Во-первых, ну, знаете, нас пытались, как сказать, оттянуть от того, что действительно составляет нашу исконную веру православие в 90-е годы с помощью разных сектантских групп зарубежных. Но у людей возникла такая четкая на них реакция. Многие уже обожглись, и многие уже, когда к ним приходят, какие-нибудь саентологи или мормоны, многие даже не останавливаются и не говорят с ними, там, свидетели иеговы. А вот потому что понимают, что это что-то чуждое, это чужеродное. К нам подходят люди в американских костюмах, с американскими улыбками, по американским схемам с нами беседующие. Нам это не надо, это чуждое нам. Многие так это чувствуют. И вот, пожалуйста, уже другой продукт. Неуязычество, которое рядится наоборот. А мы очень древние, а мы же самые исконные, а мы еще даже раньше христианство, а мы же вообще веру наших предков, ваших, в том числе, тоже проповедуем. Вот, пожалуйста, прикоснитесь и напитайтесь нашей мудрости. Но в действительности здесь второй фактор, почему это, собственно говоря, стало возможным. То, что они говорят, никакого отношения к древнему славянскому язычеству не имеет. Это современный новодел, их выдумки, их или там их кураторов Запада. И вот это все увлечение стало возможным сейчас, но только в силу такого распространения, с одной стороны, невероства, а с другой стороны, о логичности мышления и некритичности мышления. Потому что, знаете, я вот по своей первой специальности религиовед изучал многие религии, меня сложно чем-то удивить. Но, когда я начал изучать невоязычество, я был удивлен тому, насколько легковерны его последователи, насколько они верят вообще всему, что им говорят. Ну, я приведу такой пример. Например, вот Хиневич написал «Славяно-арийские веды», такой вот один из идеологов невоязычества, издал их, заявил, что им там 40 тысяч лет. Ну, вот верят люди, что им 40 тысяч лет, это наше якобы исконное такое наследие духовное и так далее. И вот он там пишет, что эти славянские боги, там Перуну, тот же самый Велес и так далее, они к нам прилетели с другой планеты, на летающих тарелках, и стреляли лазерами с этих тарелок. Когда вот это читаешь, то, ну, кажется, о чем тут вообще говорить? Как вообще тут это серьезно можно обсуждать? Как в этом можно верить? Но люди верят. Почему? Потому что хочется. Наверное, такой психологический феномен, когда вот люди просто желают жить в неких иллюзиях, желают быть обманутыми, получается так. Не хотим же мы ведь вернуться в первобытный общинный строй, там, вырезать чурочки, дабы сделать их себе в качестве, там, богов? Нет, чурочки они вырезают сколько угодно. Это они любят, да. Они очень любят говорить про природу, и они свои там эти пляски вокруг остров устраивают на природе, но особо сами на природу переизвеляться действительно не хотят. Жить в гармонии с природой у них, так сказать, хватает на пару дней. А так потом они возвращаются в города, это в основном увлечение горожан. Так что особо, конечно, жить вот в гармонии с природой и так далее, ну, если спешат, то очень немногие. Отец Георгий, вот нет ли у вас ощущения, что эти вызовы неоязычества, оккультизма, такого жесткого радикализма, связанные с каким-то вот проснувшимся в мире каннибализмом, каким-то чудовищным таким отношением людей друг к другу. И в этой связи какую альтернативу вы увидите всему этому безумию, который вот просто, ну, очевидно, мне кажется? Здесь еще нужно сказать, что в общем и целом такие установки, которые на Западе победили в 20 веке, к нам они, в общем-то, перекочевали, а именно установки на гуманизм, они, в общем, тоже к этому приводят или это провоцируют. Можно сказать, что, ну, почему же, казалось бы, гуманизм, он же ставит в центр человека. В центр ставит я человека. То есть я самый главный, я самый нужный. Мои интересы самые важные. Именно так рассуждает каннибал, который убивает другого для того, чтобы жить за счет него. И это то же самое, на чем основывается современное общество. Вот это я хочу, и как я хочу, так пусть и будет. Во что хочу, то я себе и придумаю, во что верить. Это тоже отчасти является следствием этого процесса. Но при этом жива, и в нашей стране гораздо больше, чем в других странах, жива та часть населения, которая все-таки хочет настоящего, для которой истина – это не пустой звук, которая хочет именно истины, а не каких-то выдумок, которая хочет не просто узнать истину, сидя на диване, которая готова изменить себя в соответствии с истиной. И, конечно, эти люди, они открывают для себя истинную веру православия. В ней они стоят и укрепляются, и эта вера помогает им изменяться. Отец Георгий, мне кажется, что по здравому рассуждению нам бы надо более внимательно вглядеться в христианство, как это некогда сделал наш князь Владимир. Конечно, многие, я так скажу, очень многие люди у нас, к сожалению, совершенно не знают христианство, христианство, но при этом у них есть такое паспудное убеждение, «Да знаю я ваше христианство, я ходил, свечку ставил, кулич светил, вода светил, все я знаю». На самом деле человек абсолютно не понимает сути христианства, сути того, чем жили и ради чего умирали его предки, и поэтому, собственно говоря, он их, в общем-то, не понимает. Открыть это для себя, мне кажется, это то, что стоит сделать человеку, у которого обстоятельствами жизни привело оказаться в православной стране. Я благодарю вас, батюшка, за участие в нашей программе, и хочу сказать нашим телезрителям, что все темы, которые мы сегодня попытались рассмотреть, повторюсь, подробно и обстоятельно изложены в книгах и на интернет-ресурсах, которые вы, дорогие телезрители, без труда сможете теперь найти самостоятельно. На этом я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok